Всем привет дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о том, как добавить новогоднему настроению немного анимешности. Нужно нарисовать Пикачу на бутылке из-под шампанского и будет нам счастье. Чтобы получился кавайный Пикачу, или как говорит девочка с анимешным голосом. Вырезаем трафарет, чтобы не ошибиться в пропорциях. Покрываем первый слой желтой краски, даем подсохнуть, чтобы второй трафарет не прилип к краске. На втором трафарете мы вырезали кое-какие детали. Если хотите больше аниме, добро пожаловать к моим товарищам по ютубу. Le Cafe расскажет вам историю любого персонажа, а Bubble Gum покажет лучшие моменты под музыку твоих любимых аниме. Ссылочки на них я оставлю в описании. Не, ну все же любят аниме. Почему бы и нет? Самое главное, чтобы наложенная краска не заходила за края трафарета. Для этого нужно сильнее прижимать к поверхности. Дальше прорисовываем все остальное вручную. Делаем контур. И главная особенность нашего Пикачу, то что он в новогодней шапочке. Аккуратно прорисовываем контур, чтобы потом не переделывать лишние кляксы, капельки, точки. Вот эта часть, где ромбик, который должен не прокрашиваться, то есть должен быть фоном, его аккуратно нужно будет убрать лезвием. Так как краска имеет резиновую основу, она без труда сойдет с поверхности стекла. Рисуем лапки. Пальчики. Прорисовываем язык. Не забываем про красные кругляшки на щеках. Дорисовываем шапку, бомбончик и даем нашему персонажу подсохнуть. Главное не забыть еще блики на глазах, так персонаж становится живее. Затем прорисовываем детали и исправляем косяки. Ну а на обратной стороне бутылки будем рисовать тотора, снежинки и всякие узоры. Но это совсем другая история. Подписывайся, если любишь аниме, или нравится мое творчество, а так же лайкосики и комментики тоже мы любим. Всем спасибо, всем пока.